Добрый день Израиль, добрый день Азербайджан и уважаемые зрители. Сегодня мы будем обсуждать киноцид еврейского народа, совершенного армянами, в начале 20-го века. Нам знакомы такие факты истории о масштабных университетах евреев в Крыму, в Азербайджане, в Турции, в Иране, в Средней Азии. Наш гость ученый, исследователь истории, писатель, которого мы пригласили в нашу студию, господин Хаган Исмаэль. Он раскроет нам новые исторические факты об этом. И также присоединится к нам дорогой гость из Израиля, наш земляк и патриот Азербайджана, господин Роман Цыпин, который все время освещает правду об Азербайджане. Толешат шалом, Роман. Добро пожаловать в студию. Здравствуйте, здравствуйте, Ольвия. Здравствуйте, Агани. Здравствуйте, я приветствую Азербайджан, я приветствую всех, кто проживает в Азербайджане и в диаспоре, кто нас слушает. Тема вопроса геноцида и убийства еврейского народа – это не новая тема, эта тема достаточно очень старая. Она происходила в разные периоды времени по отношению к евреям со стороны армянского народа. И поэтому, да, это животрепещущая тема, она интересует многих людей, она интересует израильских ученых, историков, которые изучают эту тему. Эта тема мало освещается, она практически не… Ну, скажем так, мы, еврейский народ, не пытаемся делать на фоне всех этих событий какой-либо бизнес, какое-либо событие, чтобы постоянно об этом говорить, постоянно об этом рассказывать. Но, де-факто, на протяжении всей истории взаимоотношения евреев и народа хаев, народ хаев, как на сегодня их называют армяне, постоянно преследовал, убивал и уничтожал еврейский народ. Я сначала представлю Паганя Смайл. Он писатель-поэт, историк, член Союза писателей Азербайджана, главный редактор журнала «Кархим Аданиэд». Его литературные произведения, научные и политические статьи, исторические исследования и политические комментарии были опубликованы в газетах, журналах и на разных сайтах республики некоторых зарубежных стран. Со своими исследованиями он выступал в равных университетах Азербайджана, Турции, Пакистана, в парламенте Пакистана и Швеции, представлял своим творчеством Азербайджан и в Грузии, и в Иране. Так, мой первый вопрос, Паганя Бэй. Паганя Бэй, можете коротко излагать некоторых из этих новизм? Праздновый факт. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я являюсь автором книги «Киносит мусульман, христиан и евреев. Совершенно армянами», которая была издана на трех языках. И речь пошла о новизме, которая имеет место в этой книге, даже в заседании парламента Азербайджана 14 февраля 2017 года. Среди новизм, которые имеют место в этой книге, являются исторические факты, относящиеся к геноциду тюрок-мусульман. Кроме этого, русских, греков, грузин, немцев и евреев, совершенные в разных регионах на фоне Первой мировой войны, включившимся в армии армянскими подразделениями, в армии Антанты, России и, как сказать, Белогвардейцев. Первый из этих документов я бы назвал расследование английскими следователями, сотрудниками военной полиции и военного суда союзников, которого возглавлял этим войскам союзников Томсунг. Они тоже расследовали, и свидетели дали показания, и их там встречали с самым Лаваяном, который совершил динесит, его артериалы, Баку, Шамахе. Значит, и английские следователи в этих записях, значит, катаколах вопроса полно описывают участие в этих событиях армян. И командиры были у них армянами, и они никакие команды от русских, от почерников, для того, чтобы уничтожить местное мирное население, не получили. Вот это называется, вот эту группу документов можно называть документами международного статуса. И, связь на это, я выступил в парламенте Пакистана в 2008 году, и они в парламенте внешних слощений Пакистана заявляли после моего выступления в парламенте, что они после этого будут признавать геносит 31 марта 2018 года азербайджанцев, совершенными армянами. Кроме касающихся документов, утверждавших геносит тюркского населения, начиная с Восточной Анатолии, с Северного Ирана, то есть Южного Азербайджана, Юго-Западного Азербайджана, кроме этого, внешние территории Армении, Грузии, в том числе Борчалы, Ахал-Керек, Каразы, Печа, Зангезур, Дараверас и прочие регионы. Кроме этих регионов, в Северном Кавказе они тоже совершили геносит в Махачкале, в зоне Махачкалы и в Средней Азии, в территориях исторического Кавказского ханства. Поэтому огромное свидетельство имеет место в этой книге, и мы имеем полное право в каждом парламенте, то есть в парламенте любой цивилизованной страны поднять политические оценки вот этих событий. Потому что наши претензии прошли через юридические инстанции, то есть через исследования. А так называемые армянские претензии насчет 15-го года якобы геноситов совершенной Османской империи никакого юридического основания не имеют. Кроме турок-мусульман, армяне завершили геносит в 1919 по 1920 годах в провинции Карл, где с помощью союзников, то есть англичан и его союзников, там был переворот, и местная власть была передана армянам во главе, точнее, как карганянцам. И в царские времена, после русско-турецкой войны, Карская область была почти около 40 лет оккупацией России. В то время Россия туда переселяла и русских, и греков, и прочих, чтобы заселять регион ино-турецкими народами тоже и получить какой-то баланс. И вот в этих селениях армяне начали провести эту чистку. Кроме тюрков, они истребляли русских и греков. Вот, кажется, они совершили против русских и греков. А подтверждающие документы об этих событиях, я, значит, документы приобретал из османских архивов и России, и Азербайджан. То есть с трех сторон это подтверждается, и эти документы имеют место в моей книге. Фотографии я тоже продемонстрировал и архивные шифры этих документов, содержание и облик всех этих событий. Кроме русских и, как сказать, греков, армяне совершили геносиды против грузин в Восточной Грузии. И они, нападая в сторону Тифлис, в 1980 году в декабре месяце, после ухода германских войск во главе фон Креса. После того, как тюркская армия и немецкая армия покидала регион, то есть турецкая армия покидала иранский, кавказский и восточно-анатальский, кирийский, кирийский регионы, и немецкая армия покидала Грузию. Потребовали медруского перемирия от 30 октября 1918 года. После этих событий была террористическая акция против немцев и придем уже к геносидным актам совершенно нормальными против евреев в Губинском регионе. Официально данное об уничтожении евреев в Губинском регионе предоставляет, что уничтожение порядка 3000 гражданских евреев, а эти события доказываются под командой Амазапса в большей русской униформе был совершен этот геносид, который подтвержден документами экс-ординарной комиссии по расследованию Азербайджанской демократической республики и официальными заявлениями свидетелей событий и отчетами синагоги. О бумаге персонального пенсионера Якова Ильича Аврамова, который мог сохранить их во время комиссии до настоящего времени чудом список еврейских жертв, в которых он хотел бы гравировать в досках горе и памяти еврейских жертв. В результате инициативы руководителя еврейской общины члена парламента ЕВД Аврамова были включены в состав новых документов, подтверждавших подвергание Егерой Суды еврейского народа армянами в 2018 году. Вместе с представителем Егерой Суды по правам человека национальной академии наук Азербайджана группой специалистов обследовала все эти доступные материалы. И они пришли к выводу, что массовые убийства во главе с Амазапсом, которые имели место в регионе Губа, оставили местным евреям память о страшных событиях в так называемом долине Шиме, Шиме-де-Россия, типа азербайджанских. Велико-армянские националисты привели туда группами евреев, далее издеваясь над ними, изнасиловавшие еврейские женщины и детей, отрезали нос и уши пожилых и подростков, затем их убили и оставили в долине Шиме. Установлены личности некоторых евреев, подтверждающихся массовой резни в 1918 году в городе Губа и по дороге Губа-Хачмаз с армянскими вооруженными формированиями. И вот этот список тоже, первичный список тоже я опубликовал. А сколько там евреев на самом деле были убиты? Вот есть некоторые вещи, что даже убиты может быть порядка 5 тысяч. Вообще по официальным данным на всей территории Азербайджана было унитожено от 5 до 10 тысяч евреев. И притом методы убийства были уникальные. Людей расчленяли на части, отдельные части клали на кол и выставляли так, чтобы все вокруг видели отдельные части тела людей, чтобы все вокруг боялись армян. То есть вот это запугивание остального населения путем вот этих жестоких методов, варварских методов, носили не только характер у нас в Азербайджане. Такими же методами они пользовались и в Средней Азии. Такими же методами они пользовались и на других территориях. Да, на самом деле очередные строительства геноциидных актов совершенные армянами против евреев имеют место в регионах Тульсии, Ирано-Средней Азии и Восточной Европы. Акты геноцида... Восточный Европ тоже? Восточный Европы при тене насильских операций, которые... СССРские бригады. О котором Роман Баилт тоже... Я потом расскажу. Я расскажу чуть позже. Вот на весны, о которых вы спросили, вот геноциидные акты и ссылаясь на турецкие архивы. Я, значит, открыл, значит, что в 1916 году при тене, значит, российских военных операций они тоже совершили, они совершили восточный Анатолий геноциид против евреев. И о том идет речь вот в этом документе. Значит, в числе архивных материалов Османской империи телеграммы, направленные ведомству МВД общей безопасности при кабинете министров из Азеринского вилаята, из Битнинского вилаята и из мемориатери 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 все эти документы 11, 10 и 11 мая по старому исчислению 1332 года, то есть по османскому календарю. А это приблизительно 16, значит, маль 16-го года, 5-й месяц 16-го года. Говорится в этих документах о массовой резне мирного населения, местных тюрков, мусульман и евреев, совершенные армянскими вооруженными формированиями, привлекают даже и русских солдат. Русские солдаты тоже вместе с армянскими? Армян привлекают некоторых из них в эту резню, воевавшие в составе российской армии, когда были отброшены российские силы из позиции Касанкала, Азумской области. В этих телеграммах указывается имена населенных пунктов и общее число жертв тысячи тысячами. В архивной записи до термии по старому исчислению 21-го Б, написано здесь, 1334-го года, то есть 24-го мая 1916-го года по нашему календарю, ссылаясь на рапорты, имеющие место в вышеуказанных телеграммах, речь идет о настоящем геноциде в Азуме, Касанкале, в зоне Перкич, Ване, селе Кот, Грани Нарман, в зоне Чукур-Бетлиса, в заселениях Эргани, Джинис, Пезентан, Семершейх, кроме этих, в селе Баликан. То есть, вот это точно описывается по рапортам, где произошли вот эти геноцидные акты. Также доктор истец наук Моисей Бекер тоже обнаружил факты, перекликающиеся вот с этими событиями. Он пишет, известно, что в основе 1916-го года эксцессы армянских националистов в период российской оккупации восточной части Малой Азии затронули помимо мусульман и местное еврейское население. На указанные факты обратили внимание бывший советник посольства государства Израиля Вашингтония Лени Бен Давид, который писал, что в году Первой мировой войны армянскими головорезами были уничтожены 10 тысяч евреев. Согласно рапорту МВД Османской империи, направленному в МВД, только в еврейском селе Сейн на востоке Малой Азии 300 жителей были изрублены на куски армянскими головорезами. Трагичность этих событий заключается в том, что результаты бесчинств армянских появков в отношении еврейского населения последние вынуждены были покинуть восточную Анатолию и направиться в Истамбул. Кроме этих генсинных актов, следующие сцены кровавых событий направленных против евреев и мусульман можно встретить в документах иранских и узбекистанских аквилов. Те массовые резни были осуществлены армянскими и ассирийскими вооруженными формированиями, злоупотребляя аквации Ирана христианскими державами, Россия в городах иранского Азербайджана в марте 1918 года и в Коконде с февраля 1980 года в тени большевистских военных операций с целью свержения туркестанской автономии. То есть вот здесь тогда большевистский центр Кремл хотел свергнуть туркестанскую автономию, тогда Дашнаки помогли им в военных операциях но автономно и преследуя своей цели. И бываем. И значит я встретил одного документа значит из российских аквов который опубликовал книги там имеет место значит претензии территориальные претензии армян значит даже на Среднюю Азию. На Среднюю Даже за морем. От моря до моря и плюс за морем. У них даже есть претензии на Исра на Иерусалин. Мы будем касаться этих сторон вопроса. Кроме этих событий значит они хотели провести этночистки в этих областях. А кого-то они хотели переселять. Армян тоже? Они хотят вот они ревнуют евреев и хотят ревнуют хотят соревноваться в кавычках и вот политические и культурные значит в культурных политических и экономических сферах евреи во многих государствах имеют определенный авторитет и роль это и в этом плане армяне ревнуют и они хотят вот так сказать через какие-то столетия по кускам по кускам потом образовать великую армению куски надо сначала готовить образовать а потом их соединять воссоединять поэтому по их плану только можно так объяснять и в карсе и здесь и в грузии и в иране кроме этих доставленных источников свидетельствуют антисемитизм армянских националистов и до второй мировой войны по исследованиям армянского ученого ученого Эдуарда Абрамьяна великоармянские националисты во главе своих башнастских лидеров хотели завоевать особое доверие у Гитлера и большим энтузиазмом вошли в службу фашистов и может по этой причине из всех восточных легионов лишь армянский имел однородный национальный состав и вот эти значит командиры армянского происхождения генерал гашнакские генералы под кличкой Дро Драстамас Канаян и под кличкой Нижде Тер Арутюнян и Вартан Сахисян вот эти три армянские генералы вошли в службу Гитлера и там они опять получили генералскую должность и вот полуавтономные там армянские подразделения они тоже вот теми российских операций значит злоупотребляя они значит и в Крыму и в Румынии и в Венгрии я поэтому обобщаю говорю что в Восточной Европе совершили пеносит против еврейского населения поэтому они хотели как сказать войти в службу и завоевать доверие у Гитлера и взамен этого получить восточную Анатолию и некоторые места территории оторвать и от нас и от Грузии и так далее вот в таком плане они поставили у Гитлера тоже карту своеобразную карту Великой Армении тоже в то время не было государственности у евреев то есть Израиль еще не было создано поэтому армяне думали и в 18 году и во время Второй мировой войны у евреев не будет государства поэтому они хотели что уничтожить евреев в каком плане во первых этнические провести и ревнуя соревноваться значит хотели соревноваться в кавычках и занимать их позиции позиции передние позиции авторитетные позиции в разных странах во первых вот это а во вторых они хотели претендовать на израильские земли потому что тогда не было еще государственности израиля пожалуйста вопрос роман у вас есть вопросы вопросов у меня нет у меня есть дополнение можно да но свои дополнения я начну немножко с конца я начну с конца по еврейски и потом начну продвигаться немножко в историю еще недавно в израиле находился посол армении которые официально на русскоязычном телеканале заявил что между еврейским народом исторически и армянским народом сложились романтические взаимоотношения именно на основании романтических взаимоотношений между еврейским и армянским народом израиль обязан признать геноцид армянского народа а вот эта манипуляция который с которой они пришли к еврейскому народу надеясь на то что еврейский народ безграмотный и не видит и не понимает историю вот эта манипуляция средневековая которая политически находится в кулуарах армянских дипломатических корпусов является пагубной для Армении если мы пойдем немножко назад то мы увидим памятник НДТР Арутняну стоящий в Ереване мы увидим медаль Калаяна который дается населению за заслуги мы увидим переписанную историю и героизацию тех фашистов которые в период Второй мировой войны уничтожили 33 тысячи евреев в Крыму крымчан крымских евреев 33 тысячи детей женщин стариков при том немцы даже стояли и смотрели то есть не проявляли никакой формы инициативы армяне это делали с ярым пылом они это делали с огромным удовольствием и немцам не нужно было просить это делать у эсэсовцев именно боевые бригады эсэсовцев которые входили чистокровные этнические армяне я хочу подчеркнуть фактор того что это не была разношердная дивизия это были этнические армяне которые идеологически с удовольствием шли уничтожать еврейский народ так вот 33 тысячи убитых в Крыму и 44 тысячи убытых в Румынии но на этом следы не заканчиваются идемте дальше в историю около от 5 до 10 тысяч уничтоженных в Азербайджане я не знаю какие цифры были в Средней Азии там тоже со зверствами уничтожались бухарские евреи при том евреи которые совершенно казалось бы это бухарские евреи они ни в какой политике ни в чем не принимали участие это народ который не оказывал сопротивления ни советской власти никакой системе то есть это просто пришли и стали уничтожать только потому что они евреи это было об этом есть записи об этом говорят израильские историки об этом говорит кстати сам сотрудник посольства бывший сотрудник посольства Израиля в Вашингтоне Лени Бен Давид на что вы ссылаетесь далее идемте дальше с вами в историю идемте с вами в Турцию в Османскую империю это быть более точным в Османской империи евреи преследовались и вот клевета наговор создавая возможности конфликтов они постоянно пытались если мы говорим только про евреев мы можем говорить про разные другие народы которые тоже пострадали от армян но сейчас у нас тема касается евреев поэтому да там тоже уничтожены тысячи и тысячи евреев за счет клеветы наведов и за счет погромов и убийств в ночное время преследовались евреи убивались заходились в их дома сжигались зверства с которыми они делали в разный период времени они аналогичны то есть это это культурная последовательность отношения к еврейской национальности которая из века в век складывалась по отношению к еврейскому народу у народов хаев идемте с вами дальше в Персию ровным счетом происходило то же самое поэтому я хочу сказать что проблемы армян армянского народа в их генецизме по отношению к вот в прошлый раз вы мне задали вопрос почему они не любят евреев я вам сказал они ведь не любят не только евреев они не любят русских и любую другую национальность вот даже хочу как фактор дополнить когда черкесы бежали о царских преследовании царской России на территорию Османской империи когда вырезали черкесов уничтожали черкесский народ Османская империя проявила фактор в османизме приняла и дала возможность проживанию черкесов вдоль границы армяне стали вырезать черкесов тоже тот период времени поэтому да существует очень большая проблема де-факто так а как вы считаете какие цели преследуют армяне сребляют при возможности евро только как желание соревноваться или как что-то еще есть на основании я хочу дополнить что какие цели мы видим прекрасно мы видим ясала которую убивали израильтян есть убитые израильтяне и вот армяне входили в Ливане в боевые бригады специально чтобы убивать израильтян мы видим армян проживающих в Израиле которые этнические армяне бежали с Турции бежали с Османской империи именно Османская империя спасла их и дала возможность чтобы курды их не перерезали и поселила их в Иерусалиме в период Османской империи так вот они живут до сегодняшнего момента у нас в Иерусалиме в основном есть группы которые проживают которые живут в других регионах небольшие в Яфу так вот они не служат в израильской армии они ничего не делают для этой страны они не прикладывают для развития крепкости взаимоотношений они дружат с палестинцами с теми которые против Израиля они с ними вступают в полный контакт и практически они не поддерживают а пытаются постепенно начать разрушать нашу государственность то что происходит то что мы видим и вот их национальный герой новый придуманный высосанный из пальца которого они называют Сосун что было какое-то государство Сосун и вот дали ему имя даже Давид еврейское имя дали то есть у армян плагиат это естественный фактор плагиат он присутствовал все и теперь новый фактор новых исторических памятников которые они ставят в Ереване какому-то вымышленному образу Давиду Сосуну но я думаю что он Сосун из другой области немножко так этимологически пройдемся по анатомии человека но де-факто я хочу сказать что область фантазии вот я бы если был бы Нобелевский если давали бы Нобелевскую премию по уровню фантазии и вот сказали бы что вот есть дается Нобелевская премия то армянам в этом смысле нужно было бы дать все-таки лауреатам Нобелевская премия они конкурируют и вот причинность которой вы задали вопрос а почему они это делают смотрите сегодня они ссылаются на тот фактор что Геродот писал и рассказывал про армян они ссылаются на документы 18 века которые они же сами написали в 18 веке про Геродота а теперь сейчас они ссылаются на то что было написано в 18 веке утверждая что Геродот рассказывал про них хотя Геродот о них не говорил ни слова нигде нет ни в одном историческом документе де-факто в истории человечества может потому что их там не было был такой народ хаев мы знаем что самая дальняя точка которую я знаю которую я читал и нашел де-факто народов хаев это в Ассирии в Ассирии проживали народ хаев но это уже другая история их оттуда выгнали они уехали дальше преследовать разжигать конфликты между народами они приехали в Византию там разжигали конфликты но это уже другая история так что я хочу сказать они пишут историю не для того чтобы сейчас завоевать Израиль завоевать Азербайджан завоевать Турцию завоевать какой-либо другой регион они пишут эту историю для будущих поколений чтобы через 100 лет через 200 лет открыть эту литературу и начать всему миру доказывать смотрите вот там написано было именно так они пишут печатают эту литературу они эту литературу кладут в свои архивы они пишут их на всех языках мира они распространяют их по всему миру и пытаются подарить в разные библиотеки для чего для того чтобы там эта литература сохранилась они думают о будущих поколениях это методичная целая последовательность выстраивания формы разжигания конфликтов между народами чтобы потом посылаться на эти документы в кавычках есть вот можно быть продолжать да конечно во-первых армяне они сами пришелся значит к Малой Азии есть грузинские источники и мировые источники тоже подтверждают что значит армяне пришелся на этот регион вернее урато и больше так пишут хайами присвоившими себе и наследие урато то есть армян и армян приобретая уже двух этнических идентификаций не имеют отношения к культурному наследию нижнего востока а евреи если условно сказать как средне земноморская раса как и просто тюрки и другие автохтонные народы давно давно были хозяевом этого региона в том числе и земли и культура значит связана с этими народами в отличие от армян но армяне говорят что мы сами древний народ и про нас идет речь в ветком заводе там есть плена амалек амалек мы они так говорят и конечно вот это лишено основе потому что амалек сами семейские народа то есть семейский народ и армянам никакое отношение не имеет и кроме этого я как сказал что армяне пришельцы на этот регион но армяне свою позицию сдерживая последовательность как Руманд говорит сказал они в своих планах очень последовательны и они упрямы значит в 1545 году в городе Амасия в Османской империи было случай исчезнования армянского мальчика вот армяне значит с плеветой все это набросили на еврейскую общину и после этого значит султанские власти привлекали некоторых евреев их казнили остальные опасаясь Паврома покинули Амасию и соседний город Туркат то есть они покинули этот регион освободили в кавычках для армян стоит добавить что византийской во время Византийской империи где одно время у власти находились и про армянско настроенные значит лидеры или лидеры армянского армянского хорием евреев преследовали с особой жестокостью к примеру император Иракли значит который воствовал в 610 по 642 годах запрещать запрещал выполнять еврейские обряды вне частных домов а в оси и первой македоньянин при котором была уничтожена тысячи еврейских значит общин или членов еврейской общины или Лев Третий Исавер который властвовал в 717 по 741 годах под угрозой смерти или изгнания вынуждали евреев принимать христианство арабский географ историк Мансуди сообщил что при романе первого лакопине значит евреи бежали из Византии в Хазарию так как император правящий миле и носящий имя Арманус Роман значит обращал евреев своей страны в христианство силой и не любил то есть византий император хотел значит евреев значит как сказать их не религия не признал и хотели передирать как сказать христианами и они не хотели и хотели беречь свою веру свою гордость свое прошлое свои особенности ценности и они обращались значит в Хазарию чтобы спастись и ушли в тюркский к тюркским народам да вот эти события тоже доказывают что армяне всегда и против есть значит против евреев с определенными целями даже если смотреть исторические моменты армяне и библию значит перевели на армянский язык и добавили туда значит племени который был один из самых древних и один из самых знаменитых внуков ноя якобы такого типа и чтобы все остальные ссылались на это и википедии из разных языков используют они уже они дальше пошли они уже сказали что нояк говорил на армянском языке они уже это утверждают что нояк говорил на армянском языке поэтому мы должны вообще армян попросить прощения что мы у них украли тору это их тора а что нас связывает в Хазаре с Евеем этот очень такой вопрос мы будем касаться это очень много очень процесс очень большой очень и великий процесс процесс дружбы Хазаров а Хазары это тюрки и евреев когда каждый принес свою культуру в другую когда евреи принесли свои знания свой прогресс и когда это все вместе соединилось и Хазарский Каганат был самым развитым регионом самым известным развитым регионом на всем востоке в него сливались можем говорить об этом сейчас я прошу потому что другой раз в другой раз хорошо давайте по существу согласен у вас был как это вопрос по учебникам эти новизны вы сказали что будут включаться даже внести эти учебники или как вот минутку Хаган я спрошу вас в Израиле есть свидание о Хазаре о древних наших связах конечно об этом говорят об этом говорят не просто говорят это изучают дело в том что я скажу маленький момент основные документы самые главные документы находятся в московском кремле находятся в закрытых библиотеках которые кремль никому не дает это закрытые за семью печатями истории завоевания культурных народов когда пришли дикие славянские племена на этот в этот хазарский каганат когда их приняли научили воспитывать но это уже другая история одним словом в Израиле есть кое-какая литература древняя которая осталась она изучается и об этом у нас изучают в университете об этом говорят о древней хазарии да этот процесс изучения есть это мы будем следующий при вашей возможности программе значит в контексте древних о древних конях о древних узлах значит в регионе Ближнего Востока и вообще еврейских и тюркских значит отношениях значит то есть более обширно надо все это охватывать и в этом фоне уже разъяснять картину суть хазарии и ее особенности ее качество и его достижения мировые достижения исторические достижения которые называются Казахстан Атлантида или Степная Атлантида то есть Степная Атлантида называют его каждый называет по-разному да поэтому вот я хотел продолжать значит вы хотели мне вопрос задать насчет того что все эти события эти новизны будут значит внесены в учебники да в учебники значит я когда вступал вот Карадинском Терническом университете в 2007 году Трабзене Турции я тогда тоже я предлагал что вот все эти новизны и с моей стороны и других авторов все это надо собрать и включать в учебники в том числе и геноцид евреев и значит то что я потому что я касался и кроме этих значит все нужные информации которые сегодняшний мировой как сказать граждан чтобы мог изучить и сам мог оценить и нет возможности оценить каждое событие исторические события не как через какие-то политические голосования которые вот против Османской империи хотели армяне значит провести провести и через князь и хотели провести однако там объективно все было изучено и отказывали отказывали они каждый год это делают постоянно регулярно это постоянно они капают 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 им нет они капают им нет они капают они понимают что только еврейские это не разделим вы знаете я хочу вам кое-что сказать обоим не знаю по существу не по существу но мне хочется безумно хочется что-то сказать когда я общаюсь с азербайджанцами в России очень часто азербайджанцам в России говорят вы пришлые у вас есть ваша родина и вот азербайджанцы на самом деле не знают в России что они не пришлые что они коренной народ Российской Федерации и жили на этой земле еще до того как пришли славянские племена на эту землю азербайджанцы являются частью хазаров они являются той самой этнической группой которые всегда проживали на этой земле еще до евреев до славян до всех остальных это этнический коренной народ Российской Федерации все что я хочу сказать я хотел продолжать изучение геносит горских евреев кубийских то есть и по численности есть некоторые там значит вопросы вознесет но однако я должен сказать несмотря что академия наук они реагируют на ваши новизны они они реагируют они признают и институт истории одобряют и рекомендовал в своем значит рецензии что все эти новизны Казанист Майора должны влесены в учебники и вот Айтен Ханон Мустафаева депутат Мили Маджиса тоже она тоже одобряла и приняла меня она значит директор института по правам человека значит и она я потом попросил ей что я хочу исследовать архивы то есть еврейской общины по этой теме которые копии были сданы при обращении еврейской общины этому институту она одобряла сказала да мы поможем вам и я сказал что ссылку будем на ваш институт значит обеспечить своих трудах то есть глубже я хотел вникать в этот вопрос и мне кажется что по именам значит выявить каждую семью каждого члена это тоже доказательство еще внубил значит вникает да 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 не смотря что имена сто четырнадцать или сто четыре я не помню имена еврейских жестов я опубликовал книги но однако мы можем еще более значит обширить и глубже вникать в этот вопрос и картину картина этой трагедии обеспечит значит народу потому что я несмотря что у меня иногда бывает я имею какой-то значит архивный документ а значит облик этих событий раскрывать еще трудно надо еще копаться еще разыскивать и дополнительные значит черты картины обеспечить все эти события насыщенным информацией поэтому иногда приходится новые там особенности или новые детали иногда бывает возможно приобрести получить поэтому я попросил чтобы архив они дали разрешение чтобы я непосредственно изучал этот архив она потом не сдержала слова не знаю зачем подожди после этого я обратился к господину Равину он тоже обобрел мою работу и он посоветовал встречаться с Евгением Абрамовым а потом и его помощник не брал трубку другая копия документов у него так сказал уважаемый раввин в общем скончался и Игорь Абрамов пока я не мог добраться до него помощник тоже вовремя не отреагировал и может мой телефонный номер не был известен поэтому не брал трубку после этого я обратился в президентскую администрацию занят делом к коммунатарным вопросом Фарапу Алилы она тоже одобряла все эти мои работы на весны но она тоже не могла помогать чтобы я чтобы доступ был я имел в этот архив кроме этого меня пригласил и Фад Мурадов Фад Мурадов уважаемый и он тоже вот сказал что я одобряю вашу работу и на английском была издана эта книга однако вот существенной поддержки и условий для нас пока значит не создается поэтому есть некоторые проблемы задержки и чтобы пошло еще дальше глубже и охватывать другие регионы я мог бы например в Средней Азии работать в иранских архивах работать еще глубже значит разработать эти направления вот это эти проблемы тоже значит мешают нам вести дела вперед я хотел просто поделиться и проблемами я думаю что вопрос касающийся какой-то формы новизны который происходит в любой стране он всегда сталкивается с какими-либо проблемами де-факто это происходит и в Израиле и в любой другой стране но мне кажется что вам нужно написать официальное письмо на имя Ильхама Алиева и предварительно обратившись в еврейскую диаспору чтобы еврейская диаспора именно в Азербайджане подписалась под данным обращением для того чтобы могли все-таки внести какие-либо дополнения в учебники так чтобы люди узнали о всей сущности происходящих тех народов которые являются на границе проживающие с Азербайджаном поэтому де-факто азербайджанский народ имеет право знать всю правду происходящих событий и делать оценку потому что в Азербайджан это до сих пор страна которые проживают лица разных национальностей это не мононациональная страна люди которые разные этнической группы и вот чтобы сохранить эту этническую группу как говорят многие умные люди нужно знать историю нужно знать историю чтобы ценить то что есть поэтому я желаю вам продолжения вашей деятельности чтобы вам оказали взаимную помощь в Меджлисе и в всевозможной политике потому что то что вы делаете это очень большая работа это серьезная работа и оценка взаимоотношений еврейского народа и азербайджанского народа в ключевой форме вашего труда является очень важной потому что многие политики в Израиле многие депутаты в Израиле многие историки в Израиле периодически выступают и заявляют о роли тюркского народа о роли именно азербайджанского народа в формировании и в ценности вот этой уважения к еврейскому народу и это одна из причин нашей любви как страны любви по отношению к Азербайджану я даже предлагал такой значит такой вариант чтобы в Азербайджане в самом центре города Баку образовался интернациональный музей геноцида народов значит против евреев против азербайджанцев против других скажем про Голодомор и так так далее поэтому вот и в этом плане можно значит ослаблять значит и туристов и приезжей и как культурное значит там и доказательства все значит продемонстрировать и и это перекликается с позиции древних азари как вы думаете вы знаете я вам скажу что первое что является в нашей жизни главным фактором это идеология литература книги средства массовой информации любая подача информации это и есть форма идеологии поэтому главным спектром что является для Азербайджана это российская федерация в подаче информации поэтому да казалось бы нужно все-таки показывать русским российским гражданам насколько армянская диаспора пытается ввести их в недоразумение подать им совершенно ту историю которой не имеет места быть де-факто я вот вижу как с центральных каналов армянской прессы подается абсолютно фейковая информация в полном пакете лжи искажения событий поэтому то что вы делаете и вы хотите создать я думаю что скорее всего нужно сделать упор на то чтобы показать русским как как армяне воевали против русского народа потому что мы знаем как уничтожались русские церкви мы знаем как даже царю писались письма о том что армяне скрывают оружие в своих католических греко-армянских церквях и что они используют свою религию не для просвещения а для нагнетания антагонизма и для разжигания войны и об этом есть достаточно очень много трудов писем написанных и губернаторами данной губернии этого региона и многими другими политическими лицами делать акцент на то чтобы просвещать русских граждан что русские подвергались на протяжении всего времени этого периода нервистью со стороны то что имело место быть со стороны Армении армянского народа мне кажется в этом должны быть ключевые моменты мы тоже благодарим израилю и еврейскому народу за позиции последних событий в нашем регионе в том числе за движение освобождения нашего родного Карабаха ваш родной Карабах освобождается процесс еще не завершен и мы следим за теми событиями которые происходят в Нагорном Карабахе за теми миротворцами которые проводят там ту или иную деятельность и мы в разных структурах интернет пространства обсуждаем эти темы и пытаемся каким-то образом помочь Азербайджану для того чтобы быстрее эта территория была освобождена и восстановился флаг Азербайджана на всей территории Нагорного Карабаха спасибо за ваши позиции спасибо лично вам и ваша программа значит оценивается очень высоко со стороны нашей интеллигенции и как сказать русской различной сферы у них они могут тоже завершить я в прошлый раз благодарила и Романа и Израиля и всех евреев мира пожалуйста всего хорошего to welcome и всего наилучшего Азербайджан мы с вами спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания так уважаемые зрители спасибо что смотрели нас продолжили следу я так скажу спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания